Глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги, актуальность сегодняшней нашей встречи не вызывает сомнений, потому что недаром наш форум назван «Больше, чем онкология». И хотелось бы сказать, конечно, мы сегодня говорим о реабилитации онкологических больных. Это у нас появились новые слова, несмотря на то, что это, конечно же, комплексный подход, высокоточный, мультидисциплинарный, это пациент центрированный и проблемно ориентированный. И в той мультидисциплинарной команде, в центре которой, конечно же, есть пациент, безусловно, без врача-онколога данная работа не представляет собой возможной, потому что только онколог определяет показания о возможности выполнения реабилитации. Самое главное исключить на момент обращения пациента отдаленные метастазы или прогрессирование основного заболевания, так как в данный момент будет нуждаться пациент в оказании специализированной медицинско-онкологической помощи по профилю онкологии. И исключение активности основного заболевания позволит нам дальше проводить реабилитацию онкологического больного. И врач по физической реабилитационной медицине важна составляющая данной мультидисциплинарной команды. Я вот долго даже нааскорс сегодня услышала выражение, которое как никогда отражает нашу с вами работу. Если хочешь идти быстро, иди один. Но если хочешь уйти далеко, иди вместе. Только все здесь сидящие специалисты, высококлассные специалисты разных специальностей позволят нашим больным жить долго и жить качественно. И вот я хотела бы сказать, что на чем основывается наша рекомендация. Конечно же, это жесткий наукометрический анализ доказательных исследований физических факторов реабилитации больных. Но самое важное, реабилитация онкологического больного должна начинать с момента постановки диагноза. Потому что с этого момента, как только пациент узнает о диагнозе, у него рушится картина мира. Пациент осознает себя внезапно смертным. И помощь психолога нужна с момента постановки диагноза. Не говоря уже о помощи всей мультидисциплинарной команды. И последнее десятилетие ознаменовалось, конечно же, ростом клинических исследований, посвященных рассматриваемой тематикой. Использование тех или иных физических факторов должно быть обосновано результатами качественных, рандомизированных, контролируемых клинических исследований, которые служат базой для разработки клинических рекомендаций. И в данный момент мы изучили факторы, которые легли в основу рекомендаций. И в том числе были проанализированы за достаточно большой период, пожалуйста, вы видите презентацию на экран, мы, панель экспертов, видим ее. И больше, чем за, практически с 80 по 2018 годы были представлены, изучены метаанализы, обзоры. Это порядка 748 таких вот работ. Были обработаны данные о 260 тысяч больных раком молочной железы. И атрибуты рандомизированных клинических исследований, и шкала, которая легла в основу ПЭДРа, представлена на слайде. Максимальный уровень шкалы составлял 10 баллов, минимальный один. За каждый атрибут дается один балл, баллы были суммированы. И посмотрите, соответственно, те вот характеристики, которые предъявлялись качественным рандомизированным исследованием. Конечно же, должны были быть сформулированы критерии включения, исходная сопоставимость групп и также ряд других, в том числе анализ комплоентности. И получается, что в данный момент мы проанализировали достаточно большое количество работ. И только 63% данных работ имели достоверность и аналитическую ценность от 4 до 8 баллов. С 9 баллами были незначительными, всего лишь 7 работ. Неприменимо данный критерий соответствовал 20% больных. Полностью отсутствовали исследования, которые могли бы сказать, что они были качественные, соответствовали всем предъявляемым характеристикам. И вот следующим образом мы видим, но самое важное, посмотрите, как возросло, особенно в 2015 году, количество исследований по реабилитации больных рака молочной железы. Актуальность крайне возросла. И то, и международная конференция, которая была проведена не так давно на АСКО, четко показала, что те пациентам, которые начинаются реабилитации, те пациенты, физическая активность которых достаточно высока и составляет хотя бы 150 минут в неделю, с момента постановки онкологического диагноза такие больные живут дольше. Еще Гиппократ говорил, если мы двигались бы столько, сколько нужно, и ели бы столько, сколько нужно, большинство проблем было бы решено. И структура распределения лечебных факторов реабилитации, которую мы использовали, представлена на слайде. Данная работа опубликована еще в прошлом году. И хотелось бы сказать, что, конечно же, на большом экране у нас так и будет заставка. Посмотрите, пожалуйста. И, соответственно, мы рассматривали различные лечебные факторы. Это было, мы изучали, прежде всего, физические упражнения, низкочастотную лазеротерапию, кинезотипирование. И, соответственно, по уровню доказательности, самым высоким уровнем достоверности, где, соответственно, прогноз и эффект на клинику и качество жизни, на клинические симптомы, на качество жизни был доказан. И в том числе это отразилось на прогнозе онкологического больного. Такими доброкачественными исследованиями были исследования, включающие физические упражнения, соответственно, компрессионное бинтование, физические упражнения, низкая, то есть, извините, пневмокомпрессия, гидрокинезотерапия, высокочастотная электростимуляция и традиционная оздоровительная гимнастика. Все остальные столбцы, они уже были с несколько более низким уровнем доказательности. Самое важное, что тут, казалось бы, метод, как магнитотерапия, обладал наименьшим уровнем доказательности, так же, как и когда-то используемая традиционно нормобарическая гипокситерапия. И таким образом, хотела бы отметить, что физические упражнения больным раком молочной железы достоверно показаны на всех этапах лечения онкологического больного. В предоперационный период, когда нашим пациентам с целью резектабельности опухлевого процесса выполняется химиотерапия, далее пациенту выполняется хирургическое лечение с последующей лучевой терапией и одевантной терапией. И на каждом этапе больной нуждается в реабилитации. Физические упражнения, физические нагрузки эффективны в домашних условиях и в виде лечебной физкультуры в условиях лечебного учреждения. Аквагимнастика, как один из вариантов гидрокинезотерапии, рекомендована пациентам и ранними формами, так и стабильными, компенсированными формами. Рак молочной железы четвертой стадии в состоянии ремиссии живет годами, десятилетиями. И такие пациенты, конечно же, нуждаются в реабилитации. Групповые занятия в составе больших и малых групп продолжительностью от 15 до 30 минут проводятся ежедневно или через день с дозированием нагрузки в зависимости от формы рака молочной железы. На сегодняшний день в различных информационных базах представлено достаточное количество исследований различного уровня доказательности, посвященных применению лечебных факторов реабилитации больных раком молочной железы. Я благодарю за внимание и очень важно, что та работа, которая была проведена к настоящему времени, она была представлена на обсуждении ведущих специалистов данной области и в результате наши больные смогли бы жить долго и качественно. Это наша основная цель. Благодарю за внимание. Спасибо большое.